МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Настоящая цель организаторов референдума – это не соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Это атака на единство Европы, атака на распространение европейских ценностей. В Баку массовые демонстрации за продолжение войны с Арменией. В Карабахе тем временем режим прекращения огня за минувшие сутки нарушался обеими сторонами больше 200 раз. Я попал в Баку. Что здесь сказать-то? Все видно? Наводнение в северном Казахстане. Талые воды устремились к городу и поселке. Дома затоплены на полтора метра. А в российской Пензе воду в водопровод дают только на похороны. И пока одни плачут, другие радуются долгожданному счастью о жизни российской глубинки в нашем спецрепортаже. Василий Александрович, воды нет. Он мне говорит, что у вас воды нет. В Калифорнии воссоздали в реальности школу волшебников Хогвартс. На ее открытие собрались актеры, исполнившие главные роли в фильмах о Гарри Поттере. Потрясающе. У меня даже слезы наворачиваются. Жители Голландии в большинстве своем высказались против Ассоциации Европы и Украины. На национальном референдуме голоса распределились следующим образом. 61% против и 38% за. Об этом свидетельствуют обновленные результаты экзит-пулов. Официальные итоги будут оглашены позднее. Но премьер-министр Нидерландов уже поздравил противников объединения ЕС и Украины с убедительной победой. Напомним, что Голландия это единственная из 28 стран Евросоюза, которая и ранее высказывалась против евроинтеграции Украины. Результаты референдума носят консультативный характер, но голландские политики уже заявляют, что будут вынуждены учитывать мнение своих граждан. И это может остановить процесс ратификации европейско-украинских договоренностей о Союзе. Это значит, что процесс ратификации не может идти вперед, как мы ожидали. Придется делать шаг за шагом. Мы будем вести переговоры с правительством, с европейскими партнерами и с Украиной, чтобы понять, каковы будут последствия этого решения. В какой-то момент референдума казалось, что жители Нидерландов все-таки проголосуют за. Об этом свидетельствовали опросы граждан в крупных городах. Но голландская провинция проголосовала против. Во многих случаях люди даже не понимали, о чем их именно спрашивают, поскольку не имели никакой информации об Украине. А некоторые жители голландской глубинки убеждены, что с Украины в Европу устремится новый поток беженцев, которые, к тому же, плохо относятся к домашним животным. Мне жаль, что никто толком не объяснил мне, какой смысл этого. Поэтому логично, что я проголосовал нет. Потому что я никогда не получал никакой информации о том, что происходит. Мой голос не имеет никакого отношения к Украине. Я голосовала против вчера, поэтому я не поддерживаю это. Вы хотите знать, почему? Потому что я думаю, что ситуация на рынке труда и обращение с животными в Украине не на том же уровне, как здесь. И я не очень верю, что мы можем улучшить ситуацию там таким торговым соглашением. Если честно, я немножко потеряла доверие. В самой же Украине результаты голландского референдума вызвали серьезную, если не сказать шоковую реакцию, поскольку и последняя украинская революция, и все усилия украинского общества были направлены именно на объединение с Европейским Союзом. Поначалу экономическое, а потом и политическое. Президент Украины Петр Порошенко, который находится с визитом в Японию, уже назвал организаторов референдума врагами распространения европейских ценностей, а сам референдум атакой на единство Европы. С его слов, Украина будет идти по европейскому пути, даже если Евросоюзу не удастся достичь полного единства в этом вопросе. Мы должны принять во внимание результаты референдума, но это не окончательное решение. Мы ждем ответа от голландского правительства. При любых обстоятельствах мы продолжаем реализовывать договор об ассоциации с ЕС, включая соглашение о зоне свободной торговли. Украина продолжит курс на ассоциацию с Евросоюзом. Жители Киева, с которыми поговорили на улицах наши корреспонденты, воспринимают результаты голосования на свой счет. «Отказали? Значит, такое отношение к Украине». «Это результат действий нашей власти». «Нам много надо работать над собой». «Объективный результат. Мы никому не нужны». «Толку, что я буду от этого смущаться и не смущаться, я же не могу на это никак повлиять». «Брата и умна». «Если ты богатая и умная, тебе нужен плохой муж? Нет, не нужен. Вот так и с Украиной. Кому мы нужны в Европе, дочка? Кто тебя туда возьмет?» «Нам нужно действовать адекватно. Нам точно так же нужно забыть о них и свою судьбу делать своими руками». «Ну, я считаю, Украина все равно попадет в Европу». «Мне хочется, чтобы мы в Евросоюз попали, чтобы мы встали, чтобы навели порядок в Украине». Многие украинские политики уже обвинили в голландской неудаче президента страны Петра Порошенко. Наш коллега, киевский журналист Акен Аймурзаев о том, что у победы много отцов, а поражение всегда сирота. «По этого ждала внутренняя оппозиция, так сказать, демократическая. Юлия Тимошенко, Олег Лешко, националисты. Вот теперь начнется. Вот теперь нашли врага». И это, конечно, деструктивно, потому что спокойно обернуться каждому политику на себя, посмотреть на свою политическую силу, посмотреть, а не ворует ли кто-то у тебя справа или слева. Это имиджевая история. Никто Украине не говорит «до свидания навсегда». Ей говорят простые жители непростой страны. Говорят, вы не готовы. Ребята, вы не готовы. И вместо того, чтобы... Ведь они не Порошенко сказали, что он не готов. Да, всей стране. И вместо того, чтобы начать это анализировать, вот сегодняшние выпуски газет, сегодняшний ток-шоу, и завтра будет особый анализ производиться. Вот главный угол этого всего – как все проиграл Порошенко. Ну, это, мне кажется, очень инстантильно. Соглашение о прекращении огня в Карабахе под угрозой. Баку и Ереван обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Министерство обороны Азербайджана заявляет, что армянская сторона 119 раз открывала огонь из крупнокалиберных пулеметов и минометов по азербайджанским позициям и населенным пунктам. Как заявляется, в ответ азербайджанская армия нанесла 125 огневых ударов по позициям неприятеля. Из Степанакерта и Еревана звучат аналогичные обвинения в обстрелах. Более того, армянская сторона обвиняет Азербайджан в попытках диверсий. Как утверждает карабахское командование, при ликвидации диверсионных групп был убит офицер азербайджанской армии, которого удалось опознать по документам. Местные жители по обе стороны Карабахского фронта жалуются на то, что снаряды не прекращают падать на их поселки и деревни. Обстрелы происходят преимущественно ночью. Полу второго где-то можно было там час. Точное время не могу сказать. Да, я ждал своего брата, я слышал шум и спрятался там. И снаряд попал вот сюда. Что здесь сказать-то? Все видно? Ночью очень большая стрельба была, очень большая. Мы испугались. Моя дочка говорит, мама, это что такое? Я говорю, я не знаю. Ну, мы пошли в угол туда, забились. Смотрим, что-то так. Все, стекла, окна, мокла, все, вот, дырку сделала большой. И все на нас. Мы оттуда убежали в подвал. Тем временем в Баку прошла многотысячная демонстрация, участники которой, а это были в основном молодые люди, требовали от властей немедленного прекращения переговоров с Арменией и продолжения наступления на Нагорный Карабах до полной победы. Лидеры Армении и Азербайджана, воспользовавшись относительно передышкой на фронтах и не снижая градус риторики, отстаивают свои позиции на международной арене. В частности, президент Армении Серж Саргсян сделал несколько резких заявлений во время своего визита в Германию. Азербайджан выступает категорически против мер по укреплению доверия, преследуя совершенно иные цели. Эти намерения окончательно прояснились в ночь с 1 на 2 апреля сего года. Игнорируя усилия международного сообщества, прилагаемые на протяжении свыше 20 лет, они начали широкомасштабные военные действия по всему периметру Карабахско-Азербайджанской линии соприкосновения. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым говорил фактически те же самые слова, только в адрес Армении. Группа международных посредников из ОБСЕ по Карабахскому конфликту прибыла в Баку, где встретилась с президентом Азербайджана. И, как сообщают СМИ, представители ОБСЕ уже отправились непосредственно на линию разграничения в Нагорном Карабахе, чтобы своими глазами убедиться в том, что там происходит. С миротворческой миссией в регион отправился российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Он вылетел в Ереван, чтобы провести переговоры с армянским правительством на тему возобновившегося конфликта. Его пресс-служба заявляет, что следующим пунктом его вояжа будет Баку. Отметим, что прежние попытки примирить Баку и Ереван со стороны Медведева особых результатов не принесли. Российские власти, похоже, решили поставить точку в деле о гибели в Санкт-Петербурге пятимесячного таджикского малыша Умара Леназарова. На днях Следственный комитет снял все обвинения в смерти ребенка с петербургских врачей. А сегодня о полной невиновности петербургской полиции заявил начальник УВД Санкт-Петербурга Сергей Умнов. Выступая перед депутатами законодательного собрания города, Умнов был вынужден отвечать на неудобные вопросы из зала депутата Максима Резника. Между ними состоялся весьма красноречивый диалог. Какие выводы сделаны Главному управлению внутренних дел по Петербургу и Ленинградской области из этой истории? И сделали ли они вообще? Потому что на протяжении всей этой истории ситуация заключалась в том, что миграционная служба с одной стороны, а с другой стороны полиция как бы не занимались таким пинг-понгом и перебрасывали ответственность в этой ситуации друг на друга. Так же как и вам, да и всему населению, наверное, города Петербурга, жалко погибшего мальчика, но нужно в том числе и смотреть все-таки причины его гибели. И в соответствии с теми экспертизами, которые проведены, я хотя и не могу комментировать дело Следственного комитета, но экспертиза говорит, что он погиб не от действий миграционной службы или действий полиции. По моему мнению, полицейский инспектор по делам несовершеннолетних, направив в реабилитационный центр или в больницу мальчика, могла реально спасти его, потому что он был тяжело болен. Вот если бы полицейская не направила этого мальчика в больницу и он умер вечером бы домой, полицейский бы находился сейчас в местах не столь отдаленных. Напомним, что пятимесячный у Марали Назаров был отобран полицейскими Санкт-Петербурга у своей матери, когда ее обвинили в нарушении миграционного законодательства России. На следующее утро ей сообщили, что мальчик скончался. За его смерть никто так и не ответил. Наводнение в северном Казахстане неподалеку от российской границы. Сразу несколько сел в Таишинском районе оказались практически под водой. Ее уровень поднялся на полтора метра. Теперь передвигаться можно только на вездеходах или лодках. Дороги размыты. Люди теряют домашний скот, птицу и семена для предстоящей посевной. По словам старожилов, такого сильного паводка не было последние 50 лет. Несколько сел затоплены в Таишинском районе Североказахстанской области. Наводнение произошло из-за резкого таяния снега. В течение трех дней 40 домов в селе Келеровка оказались под талыми водами. Жильцы затопленных домов говорят, что ночуют у родственников или друзей. В связи с тем, что аварийный уровень воды превышает полтора метра, спасателями проводятся работы по устранению паводков. Ранее из-за наводнений чрезвычайное положение было объявлено в селах Красная Поляна и Держановка. В затопленных селах приостановили занятия в школах. Ожидается, что аварийный уровень воды может вновь подняться. Нургуль Алина. Специально для Азатыка. Из Североказахстанской области. Алматинские пенсионеры могут лишиться бесплатных обедов. Их получают в одном из городских кафе, где волонтеры полгода назад начали благотворительную раздачу еды. В день туда приходит около ста пожилых людей. В планах было открытие сети подобных кафе, но сейчас не хватает денег даже на одно. Дмитрий Беляков с подробностями. Сегодня у нас плов с мясом, хлеб. Вот мясо. 80 порций горячего обеда разлетаются за 5 минут. Сегодня хватило всем желающим. Однако нередки случаи, когда возле киоска с надписью «Бесплатные обеды» собирается больше нуждающихся, чем приготовлено порций. Бывалые занимают очередь в окошко за 2-3 часа до начала выдачи. Есть устоявшийся костяк пенсионеров. Друг друга они называют меткими прозвищами. Шляпка, профессорша, борода. Виктория Беженко из соседнего Узбекистана. Приходит к заветному киоску каждый день. Единственный доход ее семьи – пособие от Красного Креста – составляет около 50 долларов США в месяц. Для нее этот обед жизненно необходим. Это наша жизнь. Питания у нас нет. Мы пенсии не получаем и так далее. И вот мы фактически живем на вот эту еду. Так бы мы просто умерли, честно говоря, откровенно. Алматинец Муратбека Убакиров должен был выйти на пенсию еще три года назад. Однако не может оформить пособие из-за отсутствия необходимых документов. Бесплатный горячий обед он старается не пропускать, так как сам готовить не любит, да и зачастую просто не на что купить продукты. Ну найду иногда тоже подбрасываю что-то так, но я вот с протянутой рукой не хожу пока. Я припас на всякий случай потом, когда уже выхода не будет, когда уже совсем уже. Вот, а так, в принципе, где-то там церкви где-то поем-то или там хлеб. Теперь здесь вот новый сейчас. Проект бесплатной обеды для пенсионеров – детище команды психологов, работающих в тренинг-кафе. Это уникальное заведение, где работают люди с ментальными нарушениями. Каждый день они готовят не менее 60 горячих обедов для нуждающихся алматинцев. Себестоимость порции – примерно 1 доллар США. За год их было выдано уже более 5 тысяч. Сейчас проект, живущий только за счет краудфандинга, испытывает трудные времена и находится на грани закрытия. После повышения курса доллара аренда стала для команды неподъемной, и они в поисках нового места. Проект убыточный, местоположение убыточное. Нам невыгодно здесь работать. Грантов у нас уже нет, потому что они нам помогали как могли и дали возможность раскрутиться. Я все-таки, что место вот здесь непроходимое, одностороннее, без парковки, как-то такой домашний район спальный. И поэтому у нас людей-то нету, клиентов, посетителей. И нам очень тяжело. В 80 порции бесплатных обедов для жителей полутора миллионного мегаполиса, конечно же, как капля в море. Уже составлены списки нуждающихся пенсионеров и в других районах города. Также и тех, кто не может прийти за обедом самостоятельно. Авторы проекта рассчитывают на то, что их поддержит большее количество алматинцев. И им удастся открыть большую социальную столовую, а также подобные пункты выдачи во всех районах города. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время. Далее в программе. В российской Пензе воду в водопровод дают только на похороны. И пока одни плачут, другие радуются долгожданному счастью о жизни российской глубинки в нашем спецрепортаже. Василий Александрович, воды нет. Он мне говорит, что у вас воды нет. В Калифорнии воссоздали в реальности школу волшебников Хогвартс. На ее открытие собрались актеры, исполнившие главные роли в фильмах о Гарри Поттере. Потрясающе. У меня даже слезы наворачиваются. Солдаты Национальной гвардии новой силовой структуры России смогут применять оружие без предупреждения. Об этом говорится в законопроекте, внесенном сегодня президентом России в Госдуму. Стрелять на поражение бойцы Национальной гвардии могут в случае угрозы безопасности граждан или их самих, говорится в документе. Исключение делается только для беременных женщин и детей, если они не оказывают гвардейцам сопротивление. О создании Национальной гвардии объявил лично президент Путин. Решение принято. Мы создаем новый федеральный орган исполнительной власти на базе внутренних войск МВД. Создаем Национальную гвардию, которая будет заниматься борьбой с терроризмом, борьбой с организованной преступностью. В тесном контакте с Министерством внутренних дел продолжит исполнять те функции, которые исполняли подразделения ОМОНа, СОБРа и так далее. Национальная гвардия будет следить за порядком на протестных акциях, курировать частные охранные предприятия, охранять важные объекты и бороться с терроризмом и экстремизмом. Возглавил новую структуру бывший начальник личной охраны Владимира Путина Виктор Золотов. С Путиным он знаком еще с тех времен, когда возглавлял службу охраны его начальника мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Отвечать за работу Национальной гвардии Золотов будет лично перед Путиным. Пример Рамзана Кадырова, который собрал на стадионе 20 или сколько там тысяч вооруженных людей, заявивших, что готов выполнить его любой, подчеркиваю слово, любой кричевой приказ. Приказ, этот пример оказался заразительным. Владимир Путин создал огромную личную армию, которая будет подчиняться только ему. Руководитель этой армии будет человек, который там беззаветно, преданно, пользуется его практически неограниченным доверием. Я не думаю, что Золотов ограничится тем, что ему сейчас дают. Он наверняка потребует права субъекта ОРД, то есть это наличие оперативных сотрудников, учетов, агентуры, прослушки, нарушки и так далее и тому подобное. Наверняка они будут расширять свои полномочия, наверняка он усилит свой аппаратный вес и влияние в Совете Безопасности. И, естественно, конкуренция между силовыми структурами будет возрастать. В структуру Национальной гвардии войдут также и некоторые подразделения Чеченской республики. Например, батальон «Север», в котором служил Заур Дадаев, обвиняемый в покушении на политика Бориса Немцова. Власти села Муратовка в Пензенской области ввели необычный график работы местного водопровода. Теперь там воду дают только в день чьих-нибудь похорон. В остальное время доступа к воде практически нет. Власти уверяют, что такая схема подачи воды разработана во благо сельчан. Екатерина Пономарева о коммунальных законах жизни и смерти. Это уже запас воды помыть, поэтому наливаешь в тазик воды, ставишь, моешь, полоскаешь. Это уже только из ведерка. Воды после обеда нет, значит, в округе все живы, рассказывает нам Ольга. Если же из крана бежит с утра до вечера, жди похорон и узнавай, за кого за упокой ставить. Коммунальный закон жизни и смерти в селе Муратовка. Да, у нас двое суток шла вода, потому что были похороны. Похороны заканчиваются, все, и у нас вода на этом заканчивалась. У людей горе, человек умер, а у нас на селе праздник, у нас круглые сутки вода. Но народ на селе крепкий, продолжает Ольга, так что по-человечески, в смысле, как положено, из крана они моются редко. Воду здесь дают только на несколько часов в день. Что регулярно водоснабжение нужнее мертвым, чем живым, решили местные власти. Водопровод в Муратовке работает по расписанию, в целях экономии. Трубы наладом дышат, круглосуточной работой систему и похоронить можно. С деньгами на реанимацию водопровода в бюджете мертво. Вот и решили пускать воду по часам. Старая дедовская схема полея с ковшечкой еще никого не убила. Набрал в таз, да помылся. А вот в последний путь человека проводить надо со всеми удобствами. Ну, чтобы помочь людям в их горе, тоже было принято решение на сходе граждан, чтобы вода подавалась без перебоя. Эту коммунальную ритуальную историю глава рад бы и похоронить, да уже не выйдет. Как их жизнь напрямую зависит от соседской смерти, жители Муратовки рассказали журналистам из райцентра. Они передали дальше и поднялся шум. Я ему звоню насчет воды, говорю, Василий Александрович, воды нет. Он мне говорит, не п***ю, что у вас воды нет. Это раньше Василий Александрович в выражениях своей правоты не стеснялся. А сейчас приходится подыскивать слова, чтобы объяснить ситуацию, и деньги на ремонт сетей. Ведь за воду люди платят исправно. Сейчас вода в кранах течет на 4 часа дольше прежнего, до 8 вечера. Впрочем, латание дыр в худом водопроводе, что мертвому при парке. Глава говорит, чтобы все наладить, нужно сначала вдохнуть жизнь в сельский бюджет. Или вступить в госпрограмму «Чистая вода». Но это только на будущий год. Екатерина Пономарева, Настоящего Времени. Школу волшебников из вселенной Гарри Поттера воссоздали в парке развлечений студии Universal в Лос-Анджелесе. Открытие Хогвартса и его организаторы превратили в фееричное шоу, где одним из главных подарков для посетителей стало участие повзрослевших актеров, которые сыграли в популярной экранизации книги Джоан Роулинг. Подробности в репортаже Рейтер. Яркие фейерверки и музыка в исполнении филармонического оркестра под руководством одного из самых успешных кинокомпозиторов в истории Джона Уильямса. Во вторник в Лос-Анджелесе состоялось официальное открытие тематического парка по мотивам вселенной Гарри Поттера. Стены школы чародейства и волшебства Хогвартс озарились красочным световым шоу, полюбоваться на которое пришли звезды-паттерианы, журналисты и просто знаменитости, любящие книги Джоан Роулинг. Проходя по красной ковровой дорожке, актеры восхищались создателями парка. Потрясающе. У меня даже слезы наворачиваются, говорит актер Том Фелтон. Как будто я вернулся в школу, которую давно закончил. И очень приятно видеть здесь столько новых лиц. Кажется, это было в другой жизни, когда мы впервые пришли на прослушивание в лондонском отеле, говорит Оливер Фелпс. Мы пробовались на каждую роль и думали, эй, возможно, они снимут целых два фильма. Но в результате все разрослось так, как я и не мог себе вообразить. В парке также будет представлена расположенная неподалеку от Хогвартса деревушка Хоксмит. В ней много маленьких магазинчиков, лавок и трактиров. А на ее окраине находится железнодорожная станция, куда каждый год 1 сентября прибывает Хогвартс-экспресс из Лондона. Для посетителей парк откроется 7 апреля. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте на социальных сетях и смотрите на сайте currentime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!